Девушки отдыхают 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 времена и как бы при ужине века, а большим ужином, потому что тайна спасения нашего беспрекословно велика. 1 Тимофею 3.16. И когда наступило время ужина, послала раба своего. Кто этот раб? Сын Божий, который принял образ раба, сделавшись человеком. Филиппийцам 2.7. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь, да то ли пока она вытащит всю дурную благу, а потом уже прикладывают и лекарства. Так нужно было, чтобы и грех обнаружил все свойственные ему виды, а потом, чтобы великий врач положил лекарства. Поэтому-то Господь допустил дьяволу исполнить меру злобы, и потом, воплотившись, уврачевал всякий вид злобы совершенно святой своей жизнью. Он говорит, идите, ибо уже все готово. Ибо Господь всем благоествовал близко Царствие Небесное. Матфея 4.17. И оно внутри вас. Лука 17.21. Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой пять пар валов, можно разуметь пристрастных к богатству, а под женившимся сластолюбца. «Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом?» Вопрос. Книга Сирахова, 38 глава, 25 стих. «А под отпадающим из-за жены можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти, союзнице души и будущее с ней одно, как совокупившееся с ней, не может угодить Богу». Можешь все это разуметь и буквально, ибо мы отпадаем от Бога как из-за пары валов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним, на них тратим всю жизнь, из-за них трудимся даже до крови, а божественного ничего. «Ни мысли, ни извлечения, ни помыслим, ни исследуя». Евангелие от Луки, 14 глава, 21-24 стих. «И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». «Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мою. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». В находящихся на дорогах и переулках можно разуметь язычников. Израильтяне были внутри города, так как они приняли законоположение и наследовали городской образ жизни. А язычники, будучи чужды заветов и отчуждены законоположения Христова и не будучи согражданами святых, Колоссянам 1, 21, 12 стих, Ефесянам 2, глава 12, 3 стих. «Проводили жизнь не на одной дороге, но на многих дорогах беззакония и невежества, и в изгородях, то есть в грехах, ибо грех есть большая изгородь и средостение, отделяющее нас от Бога». Исайя 59, 2. Словом «на дорогах» намекается на скотоподобную и разделенную на многие мнения жизни язычников, а словом «в переулках» указывается на жизнь их во грехах. Не просто повелевает позвать сих, находящихся по дорогам и изгородям, но понудить, хотя вера есть дело произвола каждого. Для того сказал он «понуди», чтобы мы познали, что у верования язычников, находившихся в глубоком неведении, есть знамение великой силы Божией. «Ибо если бы немного было силу проповедуемого и невелика была истина учения, то как люди, служащие идолом и совершающие постыдные дела, могли убедиться вдруг познать истинного Бога и совершать духовную жизнь?» «Желая указать на чудность сего обращения и назвал оное понуждением». Как бы кто сказал, язычники и не желали оставить идолов и чувственных наслаждений, однако ж истинной проповеди принуждены были оставить их. «На многих он посылает болезни и бедствия и через то невольно заставляет отказаться от такой жизни по судьбам, по каким сам знает и приводит их на свою вечерю, обращая в побуждение для них на ведение бедствий. Притча научает нас подавать лучше нищим и убечным, чем богатым. Мы должны быть так усердны и щедры на принятие братьев меньших, что должны убеждать их к участию в наших благах и тогда, когда они не желают. В этом для учителей сильное внушение, чтобы они наставляли учеников своих должному и тогда, когда семьи не желают». «Спасибо, Христос, брат. Сейчас проверим. Кто спал, кто нет. Кто активно и за внимание слушал с ней слова. Какие центральные слова этого метка, этого отрывка и венгрия в чтении сегодняшнего? «Много званых, но мало избранных». Как удивительно. Кто считает себя званным? Все что ли званые? Или никого нет званных? Все званые. А кто считает себя избранным? Ну, поднимайте руки. Кто считает себя избранным? Один, два, все? Мало избранных? Так не считаешь себя избранным, что ли? Странно. От кого зависит избранное? Вот как ни странно, от призвания, призвал Господь, Господь призвал всех в этом призвании, есть уже избрание. Есть избрание. Только нам нужно, соответственно, жить тому, что Господь нам научает. И в этом будет наше избрание. От нас зависит тоже избрание. Не только от Него. Он избрал своей смертью крестной, своей жертвой. Избрал всех. Но наша воля должна быть сопричина от Его воли. Тогда будет избрание полностью. Завершено уже. Обоюдная должна быть работа. Он сделал все для нас. Осталось только нам заработать Ему. Распятаться, как говорят святые. И тогда завершится это избрание. Я радуюсь, что нас сегодня достаточно много, но места еще много. Званых остается много, а избранных вот маловато. Избрание это от нас зависит. Но не хотят. В том числе. Места еще есть. Места свободны. О болящих. Спасибо, Христос, прежде всего. Я о себе хочу сказать спасибо, Христос, за Ваши молитвы. Ну, никак не даете поболеть. Сразу вот прям подняешься и все. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Из вас никакого. Великая благодарность. Как мы все-таки не ценим то, что имеем. Вот и звонков сколько, и молитвы чувствуешь-то, и пришел здесь, и тут, как будто уже из гроба вытащили. Тут болячки-то небольшие такие. За все благодарить надо Бога. За каждый чих, за каждую болячку, за каждую болячку, где бы она ни была. Потому что и вирусы нам в назидание, и бактерии, и скорби, и печали душевные, всякие невзгоды, все ко благу нашему. Все ко благу нашему. Когда мы принимаем это с благодарностью, тогда ко благу. А когда ропщим, тогда это, опять же, с отрицательным знаком все будет. Рад видеть сегодня Леночку. Вениамину увидел, радовался, думал, сейчас придет сюда. Ну вот, нет, здесь его, к сожалению, убежал. Товарищи, кто еще? Мы все записаны. Да, о Константине. Прежде всего, хочу сказать о Константине. Надя сейчас сказала, что его привезли. Он через границу еще сам шел как-то и нес там вещи свои. Она удивляется, Надя удивляется, как он это все сделал. Потому что здесь он расслабился, видимо, уже дома, будучи, едва встает там по нужде, что называется. Сейчас его повезли в горбольницу. Там еще нужно диагностировать неизвестно, И как. Там ребра, наверное, и другие, может быть, повреждения. многих органов есть. Виктор Андреевич, а что случилось с тобой у него там? ДТП. Дорожное транспортное происшествие. Там какая-то машина Мазда врезалась в него, и машина не подлежит уже восстановлению. Мазда не знаю, как с машиной, но вот. Муха, как он? Интересно. Константин Муха. Так что молитесь о нем, ну а Сергий, братья Сергия Воронежа, постоянно молитесь, несите на крыльях молитвы своей. Вот. Сергий стал присутствовать на занятиях в Паскаре. Присутствует, слава Богу, аллилуйя. Молитесь об ослаблении, обменности Божьей. У нас Ливия болеет вот за Гуляева. И Аполлинария еще болеет. Тарасик поправился, слава Богу. Да, они с Леной болели, но Лена вот сегодня пришла, а Поля болеет еще. Ну вот. Знаете что, я вот у себя переписала список, и за всех молюсь. Потому что мы вот вроде приходим, здоровые вроде бы, да, ну дошли, во всяком случае. А все равно все жалуются, там болячка, там болячка. Одна Тамара только у нас она приходит и всегда мне показывает, записала или нет. Ну-ка, еще посмотрит, не мастерит. А самая первая всегда прибегает. Поэтому вот, знаете что, надо за всех, за всех молиться. Всех записывать сразу. Да. Перед мобочаток записывать. Ну прежде всего, нужно молиться о нашем духовном здравии. Вот. Чтобы мы стремились сюда, несмотря на все наши болячки. Забывали про них, а сюда стремились. Здоровья. Тогда и будет здоровья. Так и делаю. Да. Еще у меня в течение недели звонила Барышникова Валя. И вот вчера она попросила, чтобы помолиться. Но она попросила, говорит, позвони. Ну, Алифтине Пантелеине, чтобы я еще позвонила, чтобы, но я вчера ей не дозвонилась. Но подумала, думаю, я просто вас, вот сейчас вот просто вот где находитесь, и сейчас о ней помолитесь, чтобы Господь дал разумение. У нее вообще опять какой-то неполадок там, и какая-то там ошибка она нашла, и пойдет опять эта сама. Так вы дайте ей разумение, чтобы она как-то сделала, ну, то, что от нее зависит, сказать да, нет. Вот. Вот чтобы разумно она к этому подошла. Потому что мы не можем это сделать, потому что у нас, я даже вся в таком состоянии, что я как-то в шоке. Я даже не могла даже это, такое какое-то понимание обрести. в том, что она мне рассказывает. Но потом, когда я обрела, тогда мне шишек она набила, что-то что-то какая-то бестолковая, типа. Ну, и я даже не думала, что так можно прожить жизнь, и вот такие вещи какие-то такие, не знаете. Ну, вот, ей огорчение. Вот помолитесь, чтобы я что-то как бы, ну, высказывала прямо, а вот прямота это как-то, она восприняла, что ей такое неприятно слушать. Ну, вот, обличение, типа. Я говорю, Валя, ну, как ты жизнь-то прожила, так, что-то, не знаешь, где даже ты родилась. Поэтому я прошу, чтобы вы помолились, вот здесь сидя, Господи, помоги, да, и разумение, вот здесь, чтобы помолитесь, вот так, потому что вот тут касается чего-то там. Да, да. Ну, я хотел сказать, это, поблагодарить всех за молитвы, вот, кто молился. Ну, молитва, она, как бы, конечно, действует сильно, неизвестно, заморозили. И уже две недели заморожены у меня, считай. И эти, эти, мастера тоже в таком недоумении, да, что такое, говорит. Ну, я-то понимаю, в чем дело, он, сатана-то не дремлет, ему надо же все, чтобы мы роптали. Ну, вот так, я уже, не знаю, сколько прозвонил, уже до набережных Челнов добрался, где эта фирма АСКО, страховая. Ну, все, как бы, уверяют, что нет, нет, это только перед Новым годом такое может быть, а потом дальше-то вроде все хорошо будет. Ну, вот так. Севастьян тоже меня вчера ободрил и сказал, я, говорит, со своим ДТП тоже, говорит, очень долго ждал деньги, чтобы мне машину отремонтировали. Поэтому, ну, раз Севастьян долго ждал, тогда мне уж сам Бог велел долго ждать, наверное. Поэтому, поэтому, если кому, если кому, ну, как бы, вспомнит кто, да, помоги Господи, чтобы Господь помог в этом деле. Кстати, брат Севастьян тоже пора, это. Да, да, да. Севастьяне. Еще, болящий, кто, у кого есть слово? Можно не только болящий? Да, да, здравствующий. Я здравствующий хочу вас поблагодарить, что вы молились о наших детях. Мы тоже так вот повально один за другим. В общем, теперь Ливия у нас, но у нее уже полегче, гораздо полегче, потому что многие знали и молились они. Спаси Христос. И еще такой один момент. Вот мы все живем, я задумалась об этом, после того, как вот у нас, я считаю, серьезное происшествие с нашим братом Константином. Мы вот живем, говорю о себе, не о вас, не подумайте, что кого-то тут имеют в виду. Некоторые вопросы беспечны, ну, встали, планы на день есть, туда поеду, потом приеду. А жизнь так кратковременная и так внезапно может постигнуть нас смерть. Я вот с детьми об этом каждый день молюсь, чтобы они слышали. Даруй нам помнить о том, что наша жизнь кратковременна и что может конец нас постигнуть внезапно. И вот когда с Костей это случилось, вы понимаете, просто как вот живо перед глазами, это ведь может с каждым случиться. Сколько у нас водителей? Ведь много. Сколько наш Игорь Третьяков тоже ездит и зимой, и летом по этим трассам. Да даже не на трассе, сколько в городе случается. Вы, пожалуйста, несите на крыльях молитвы всех, кто за рулем прибывает. Ну, вот мы не знаем, кто сегодня поедет, кто не поедет. И пешеходов в том числе. Сколько пешеходов достаточно тоже на улице. Очень много. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о всех. Мы молимся о болящих, но также и молитесь о тех, кто и рулит. Рулит. Рулящих. Рулящих. Чтобы Бог им внимательности дал. Не просто, чтобы вот там в них не въехали, но мы ведь тоже люди. Чтобы Бог внимательности дал и кое-где мудрости там уступить. Есть правило трехдое такое внегласное. Дай дорогу дураку. Понимаете? Чтобы Бог дал и этой мудрости нам. Дать вот эту дорогу и остаться в живых. И оставить в живых. Вовремя дурака заметить нужно. Один раз Галя сказала о том, что за рулем скользко и все прочее я постоянно молюсь о всех путешествующих и находящихся за рулем, братья и сестры. Ну, нужно молиться, конечно, и помнить об этом, что наша жизнь коротка и неизвестно у кого, когда она закончится. Еще у кого есть просьба, пожелания? Да, брат? Я тоже хочу поблагодарить за молитву, тут приболел, а вирус нет. Достал? Ну, что-то прям тоже и у вас не даете поболеть. Сразу подняли тебя. Радуйтесь, а не сесть. Еще такое замечание, как-то Игнаин Тихонич об этом говорил, что он говорит, я не хочу, чтобы меня вписывали в число болящих. Я тоже на стороне Игная Тихонича, мне тоже сестра подходит, говорит, ну, ты болеешь? Я говорю, нет, я здоров. Ну, раз я пришел, значит, я хожу, здоров. Ну, ее прям вот, видно, что вот она хочет меня туда вписать, вот у нее прям вот такая вот за всех молиться, болящий, не болящий. Зачем? О здравии молимся. Ну, я здоров. Ну, если он считает себя здоровым, конечно, не надо. Какой смысл молиться о здравии, ну, понятно, только для профилактики, но я не знаю. Молица, профилактическая молитва. Нет, вчера вы просили. Для профилактики витамины. Ну, если мы говорим, что это Господь посылает эти болезни, и знаем в Писании, что страдающие плоти перестают грешить, а вы молитесь, чтобы меня Господь поднял, ну, Богу-то лучше знать, что мне нужна болезнь, здоровье. Все, понятно. Ну, если ваша понятна. Еще у кого есть слово, просьба? Доброе утро. Вот я с этим хочу тебе вот что сказать в связи с этим. Это у нас уже все было. В 2007 году у нас была бригада, мы там работали у Никиты, строили дом. И вот Игорь Третьяков, что-то у него такое прям, ну, надоело работать уже. И он что-то пришел так с утра, ну, там пока раскачаешься, это понятно, вздохнул, там пока печки эти, пока тепло, и тогда холодно же, и говорит, как же мне все надоело работать. Вот заболеть бы сейчас так. Я говорю, ну, что ты говоришь, что такое? Заболеешь, потом будешь плакать, что заболел. И все, и вот он как заболел, и на следующий день действительно заболел, прям по-настоящему. Господь послал болезнь. И потом и в больнице, у него там гаймориты, что-то, и в больницу к нему ездишь, и все, месяц или больше его не было. И потом я говорю, ну, что, Игорь? Он говорит, а я, говорит, вот все помню, говорит, и следующий говорит вообще. Я говорю, ну, что, будешь просить? Нет, говорит, наверное, сейчас больше не решусь просить болезни. Ну, не надо этого делать, потому что очень много таких. Это я просто такой пример сказал. Спасибо, Христос. Я еще раз напомню вам, братья и сестры, не только не просить, но и не прикрываться. Болезни есть, но она такая, что вы можете сюда прийти на службу. Но это хорошо, и благодарите Бога, что она есть у вас, болезни. И даже если на службе ты больной, ну, и что теперь такого-то? Ну, бывает и такое. На службе, больной. Так что относитесь к благодарности, когда болезнь не сильно идет, аценируете на этом внимание. И когда мы начинаем прикрываться болячками, то как раз они еще больше будут у нас... Кладятся они. Да. Они все начинают размножаться. Можно я тоже? Да. Немножечко прокомментирую брата. Просто я считаю, ты не сильно болел. Вот как болеет наш брат Сергий. Я вот посмотрела, вот как не болеться. Ужас. Да дай Бог ему облегчение. Как не молиться, если у него болит все. Я вчера, вот знаете, вчера еще раз посмотрела, вот что с ним происходит, как все было. Молодой человек, опять же о внезапности. Молодой, здоровый, 30-летний мужчина. Красивый, все. На ровном месте нырнул. Знал ли он, что этот нырок будет ему такой вот? Ничего не знал. И заболел так. 15 лет болеет. Поэтому болезнь, болезнь и, конечно, рознь. Может быть, ты не слишком болел. Поэтому говоришь, ну не молитесь обо мне. Мне не больно. Я не то хотел сказать. Понятно. Не будем повторяться. Мы вернули. Если человек здоров, зачем мы о нем молиться? Да, здорово. Я не говорю, что мы молимся, а больных. Брат, если человек считает себя здоровым, все. Даже Сережа Козлов считает себя здоровым, и он говорил, зачем вы у меня молитесь? Я хочу вам слово. Скамейки пустые. Почему? Больные. До какого возраста дети? Не забывайте, как только границу Российской Федерации перешли вниз, у них сенс. В 12 лет выдают замуж. У нас они вышли уже матери были бы. Спокойно отпускаете их, они ничего не знают, к жизни не прилеплены. Вот сидит, играет, как будто мусульманка. 4 года, прикиньте к нашим. И там из-за экрана голос говорит, что ты знаешь, и дальше начинает сура аят, то есть главные стихи. Кто из женщин больше всего убил римлян? Она даже не глядит, она заучено по-арабски отвечает. И отвечает целый ролик есть. Я был у мусульмана, спросил, это действительно так, да? Они занимаются. Мы знаем, что елку украшать это язычество. А что мы сделали, чтобы не было? В церквах, прямо в храмах, прямо перед алтарями стоят елки, бижутерия, разные фентифлюшки, все такое. Горят. Вы не думайте, что ислам переводится мирный. Это означает по головке гладят. Они говорят, ислам самая мирная религия. В это надо вникнуть. Более жестокой, более целенаправленной уничтожающей христианство не было никогда религии. Даже коммунисты этого не делали. Но в смысле божественным здесь заложено что-то. А вот что надо рассмотреть? Одно дети, вот как мы смотрим за ними? У них ребенок ни один не выйдет никуда. и как они учат? Говорят, сыну 5 лет. Вот это ИГИЛ где взяли. И они там пленили их. А потом, кажется, через 2 месяца ребенок вернулся. Мать говорит, ничего не могу сделать. Аллах Аббар кричит и все. Цитирует Коран ребенку 5 лет. И он матери отвечает, так ты не мешай мне, я Аллаху служу. За 2 месяца сделали. Мы каждый день вроде бы учим, а ничего нет. Махнули рукой, все туда свалились. А что они там делают, сидят? Еще служба не кончилась. У старобрядцев еще полслужбы не кончилась. Мы к чему приучаем-то детей? Знаете, самый длинный псалом у Давида, 118-й. Он перечисляет 176 стихов. Запомни стиху, 176. А слово Библия там 185 раз. Слово Твое воодушевляет меня. На слово Твое уповаю. Заповедью Твоей Ты садил меня мудрее врагов моих. Заповедью Твоей Ты вознисил меня над учителями. И последний стих. Я заблудился, как овца потерянная. Взвищи меня. То есть все пропето. Слава Богу воздано насколько возможно. А я овца потерянная. Вот как надо понимать. И не то, что сейчас батюшка приедет, они остались маленько, что-то там сказали, причастились, опять нигде не ходят. Худше ожидает. И их научат этих детей, не дай Бог, конечно, но оно уже рядом. Уже фитиль зажженный в Иерусалиме. Там сейчас антипаду объявлять будут на гардре. То есть каждый самый маленький обязан объявить вражду. Уже там едет грузовик, но у них одинаково служат и женщины, и мужчины. Они сидят на лужайке там и вдруг со скоростью этот грузовик официально израильский зарегистрирован, все разворачивается и по этой лужайке заперед начал давить всех, кто там сидит. Не молиться, нет времени, ничего нет. Один вопль стоит. Ну, полицейские рядом были, его там прям в кабине застрелили. Дальше узнают, он гражданин их там. Это один из примеров. Ёлка изыщества. У кого ёлок не было? Это изыщество. Сто процентное. Вы думаете, Аллах Акбар сейчас что такое? Это Аллах Велик. Больше ничего тут нету. Велик. Я могу сказать Иисус Акбар. Иисус Велик. Чемпион мира по боксу. К нему близко не подойдешь. Но мусульманин пакистанского происхождения в Англии поставил дома ёлку. Мусульмане. Сразу же посыпались угрозы. Ты приговорен уже к смерти. Всё. И все родственники, которые голос только подняли за ёлку, все до одного приговорены к смерти. И все будут убиты. У них не играют с алкоголем. Выпил. Голова на штахетник. Всё кончилось. Эти люди посланы Богом. Поверьте мне. Все, которые приходили из Шингисхана и Гитлера, это от Бога всё было. Чтобы поставить на место. Сразу храмы открыли в 43-м году и Сталин попятился. Всё пошло как надо. Представьте себе. Одна ёлка и куча мертвецов. Будут другие делать? Не будут. Им не до этого. А мы слышим, да разница, на какой грех? Ну что вы смотрите? Главное сердце. Так это же из сердца исходит и безделушки твоей. Попадают в плен, который там работает. Они их режут. А им говорят, у нас в Коране это написано, христиан, люди Писание называются. Они Писание не держали. А вы их трогаете, где вы нашли Писание? Мы их проверили. По Библии ничего не знают. Сейчас Рождество на Западе. Слово Христово, Рождество даже не произносится. Просто Рождество, Санта Клаус, Дед Мороз. Имя Христово вообще уходит из обихода. Я до конца еще не все не понял. Я там многое беру. Там Андрей Ткачев говорит, Дмитрий Смирнов. И он об этом говорит. Ездили сейчас там. Вообще слово Христос не поминается. Это уже постхристианское время. Повторяю. Библия 77 книг. Какая последняя книга в Библии полная, православная? Какая? Вот эти сидят. Они же еще не ответят. Невесты. Третья книга Ездры. Сколько в ней стихов? Ни один не ответит. Понятно? Ни один. А нужно это знать. Да не отходит книга сия закон от устава. Но получается день и ночь. Дабы в точности исполнить написано. В точности. У нас ничего этого нет. Это обман. Священники прямо закрывают Евангелие. Я получаю известие со всего мира. Никогда так не было. Как взбесились, говорит. Священники прямо говорят зачем тебе Евангелие? Про ханону не надо говорить это устаревшее. Православия-то нету. Один обман. Фишка осталась. И мы еще начинаем играть с этим. Но вы-то все слышали, знаете. Как-то еще. Выше нету уже, гляжу. Вначале как-то боком в шлюзе здесь застревали прихожкой. Сейчас быстрее домой. А дом это что у вас? Это отношение к общему делу. Это общий корабль. Это литургия. Литургия это не батюшка в алтаре. А общее дело это литургия по-гречески. А общее дело какое-то, как ты не знаешь в чем нуждается. Я тебе сейчас рассказывать буду. Общее дело у нас. Навести порядок. Прими в этом тому счастье. Бог высчитает всего, когда умрешь. Не просто так. Павел говорит, махать руками, бить воздух. Бьюсь не так только. Но чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Где этот страх Божий? Дети спокойно выходят и никто не нуждается. Они ничем не занимаются. Лежу, побежали куда-то. Вы потеряли их уже. Потеряли. А осознания этого нету. Последние книги Библии, в последней главе, в последнем стихе говорится. И вот поле заросло терновником и по нему пройти нельзя. Это не про нас. Псалтири самый считается большой псалом. Я заблудился как овца потеряна, а здесь терния. Это один и тот же стих. Это притча о блудном сыне. Вы слышали о блудном сыне? Вернулся. Их ушло ни два, ни три. Сотни миллионов и миллиарды. А вернулись единицы. Эта притча нам вообще не говорит, что все вернутся. Она говорит, выход есть. Вернуться. Тебя отец ждет. Но вернуться назад это ты должен след в след пройти, чтобы принести истинное покаяние. Где ты был? Не просто прости Господи, веде и не веде, слухом брюхом. Они нуждаются. Вот они здесь, есть, вот один еще есть, вот и потеряй, в какие-то не заходили. Его возраста сразу туда и как будто никогда не было. Подумайте об этом. Прославить Бога надо за что? За все. За суды его. Суды мусульманства пришло по суду Божьему. Это два миллиарда. От христиан вообще ничего не останется. А они умеют жить и умеют умирать. Представьте, миллиарды, потерявших девственность, вообще ни одной нету. Ни одной. Почему? Перед браком ее проверяют снова. Проверяет врач приходит. Она плащить не дается и наконец проверили, справка дается. А тетки там все целуют друг друга, сохранили, сохранили. Да где у нас это есть? Кто она идет туда? Под какой венец когда она его недостойно на голову надевать? Вы знаете, прошлое воскресенье было, сидит где Надежда Васильевна, тут сидела женщина. Видно, что не русская национальность и она, оказывается, отец в ней татарин, а мать киргизская. Наоборот. Ну наоборот. Ну что уж там. Давай сделаем наоборот. Ну можно промолчать и не махать руками. Если не по мне, так он и нас винтом закручивает. И она была. Я ее записал даже и говорю, а зачем ты приехала? До этого она просилась, я запрещал, прямо не знаю как. Вы мой отец духовный, вы умрете, я вас никогда не увижу. Я была у свидетелей Иеговы. Мне Бог открылся. Вы меня родили благовестием. Разрешите, она разрешите, разрешите, я разрешил и муж отпустил. И она приехала. И в понедельник, что она сидеть-то будет? Мы пошли молиться. Первым делом мы заехали, у нас Таня Длухопетеримова, она заехала, договорились, на машине Знаменский зашли в храм. И везде предупреждены, снимать нигде нельзя. Снимать нельзя, а мы не разговариваем. Мы зашли, посреди икона стоит, земные поклоны, поцеловали, а там забегали монашки, уже нельзя. Мы ни слова не говорили, а вышли. Дальше, Дмитрий Ростовский, по-кровски. И Бог как делает? Нас подводят. Сначала идет Филарет Берников. Мы ему рассказали, кто мы, зачем мы идем. Нас пять человек. Володя снимает на фотоаппарат, так сказать, на видео, а Никита на аппарат. Мы проезжаем мимо, я говорю, захвати, Таня, все храмы, какие есть здесь, вблизи, чтобы она знает, где. Это Яна Богослова, Андрея Первозванного, где можно проехать. А ехать мимо епархии. Мы издалека сфотографировались. Ну, рядом стоим-то. Давайте зайдем. А там нельзя пройти. Ворота, тогда я ходил, ворота намертво закрыты, проходная, на проходной даже бумагу подать нельзя. Бумаги принимают, допустим, во вторник с 10 до 2 часов. Все, в течение недели жди. Я это все выговорил, тогда приезжал епископ. Не знаю, это влияло или что-то. У него ворота вообще не закрываются. Это Виктор Гюго, книга Ле Мезорабле отверженная, пишет так. Дверь священника, дверь врача не должна закираться, а дверь священника должна быть всегда открытой. Мы прошли свободно, ворота, где машина заезжает, никого нету, сзади идет, снимает, заходим, и там нигде нету. Заходи, где владыка находится, какой-то семинарист на нас посмотрел, и даже ни слова не говорит, мы где он, владыка, куда пройти, там лестница, вот сюда пройдите. мы пошли, зашли, большая комната, священники сразу, все знакомые, поздоровались, владыка где-то, вот туда там дверь. Ну, скажите ему, что нам некогда. Это, а все снимается в это время? Все это в интернете. И в это время он выходит, вот посмотрите, выходит вот так, и у него, сколько мы были, улыбка не сходит с лица. Столько открытости, сколько любезности у него. Спрашивает, я скажу, для чего пришла на этот человек, вот такой-то. Он благословляет, там календарики дает, а сам сияет весь. Пишет, говорит, да что ж, митрополит, в эйфорию какую-то впал, в экстаз. Уже отзывы пошли. А есть такие, которые не верят, это он только по любви делает, чтобы оправдать, что он любезный, но он лжет, он лицемерен. Но даже если ты сказал, любому дай посмотреть, и он увидит, что перед ним стоит человек открытый. А что вы двое-то снимаете? Вы, наверное, дублируете друг друга, чтобы не потерялось. Я говорю, Владыка, это фотоаппарат. А-а-а! Никогда не запрещают. Ну, двое-то снимают, это фотоаппарат. Вот я показываю, как было. Где она была? И пошел нас провожать. Это вообще. Кто мы такие? Это Бог делает. Благословил. Я говорю, Владыка, благословите хотя бы устно, где мы будем, чтобы нам не запрещали. Я скажу, Владыка разрешил. Он благословляет, Ира. Мы везде пошли и этим прикрылись. Нас уже никто нигде не задерживал. Да и так нам не мешали где-то. Ну, и далее поехали. В каких храмах были везде, помолились немного. Закончили. Заехали к Игорю, его дома не было. А там рядом католики, пошли заперто. А к мусульманам, она говорит, а что там делать? Я и там их вижу. Ее имя по паспорту Райхан. Это означает приятное, любезное. Вот какое имя? Это Наимень. Она сладкая была. А когда вернулась, говорит, не называйте меня Наимень, зовите меня Мара. У меня имя изменилось. Я столько горести выпила. Мара означает горькое. Мароры едят, когда горькие травы евреи. Но ее крестили с имей Марахиль. Это не по названию только близко, а по смыслу овца переводится. Овечка. Приятная овечка. Сколько в ней приятности. Сколько желания все узнать. На все абсолютно обращает внимание. Доехала до дома благополучно. Все это Сергей Павлович ее встречал и провожал. И она тоже только-только приехала и сразу давай знать по скайпу. встретились. Я говорю, а муж-то где? Да он там болеет. Ну позови. Тоже мужа позвала. А где эти внуки там все твои? Да они в другом месте где-то. Уже к вечеру она снова выходит эфир, уже сидят рядом внуки. Дочь сидит, дочь Руфь, а внуки Рафаил и Марк. Все приняли крещение. Вот кто нас посещает. Нынче раньше никогда так не было, а нынче с Украины приехал Игнатов Сергей Егорович. Ну, до тошны до того. Везде. И он сейчас там тревожит священников на Украине. Покоя от него нигде нет. В монастырях почему нет проповеди? Забота о детях. Ему Бог много и много открывает. Он юристом работает. Я хотел попутно спросить. Севастян-то где? Болеет. Болеет? Да. Сказал, что ему стало хуже. Так вот смотрите. Вчера больной был. Исаак женился, а у него жена бесплодная. Сейчас ролик выставили. Евреи. Как он называется? Никита? Кадош. Святой по-еврейски. Кадош. Святой. Все как у евреев. Как выдают замуж. Это еще. Как они хоровод вокруг делают. У женщин. Как они наказывают девушку выводят. И наконец в спальную комнату заходят. И все показывают. Что подкладывают. Дальше отделом только закрылся и все. И ничего в этом нет. Нет. Ни постыдного никакого. Как можно было сделать. А если у нее детей нет. это вот теперь вопрос. Было 7 лет. Сейчас действительно детей нет. Имеют право развестись. Или там что-то еще. Две жены нет. Ну, это я не до конца смотрел так уже. Говорю потому, что слышал. И они не боятся. У нас некоторые все еще боятся, что снимают. то тут вообще ничего нету. У нас Татьяны нету Сергея, которая болящая. Как фамилия? А Калацерпия, которая? Иванова. Новикова. 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 Вот какое дело-то. Новикова ушла. Она приезжала тогда, крестился. Кто? Сын ей или зять? Зять. Зять. Зять Сергей. Зять нечего взять. И он молился 20 лет. Вот представьте, 19-й год, она бесплодная. На 20-й год забеременела. 20 лет. Я не случайно подговариваюсь. В 80-м году меня первый раз арестовали, а уже златоуст, жития были насчитаны. И они все оцифрованы. Это благодаря Николаю Валентиновичу Пальгуеву. Он отремонтировал и сцифровал я сам. Там маленечко кто-то у тебя когда Егор был, кажется, кто-то маленько помогал. Эта работа такая проделана была, что митрополит Иларион говорит, он посмотрел и очень удивлен. Да как вы такую работу проделали? А фактически пришлось одному делать. Вы даже не знаете, как Бог укрепляет. Магнитофон второй здесь на диске, а я хожу. Один день 18 часов я здесь. Сесть никак нельзя. Сразу сну. На следующий день 19-20 и последний день у меня 24 часа не садят. До кухни дойду, повернусь и не могу понять, где я нахожусь. Ага, значит, это я на ползуново, магнитофон, опять переключил и опять боюсь сесть ходить. Все было сделано. Почему? Любовь. Но оцифрованное, на сайте поставили, там ни связи, ничего нет. Эти склады замерли. И с 80-го года я молюсь, Господи, Ты дал таланты. Помоги их умножить. И для всего пошли добрых помощников, наставников и советников. И я молюсь, год, два, три, двадцать, тридцать, тридцать, тридцать шесть лет ответа нету. Ну есть, помогают, помогают очень хорошо. Вот это Витя Петеримов, потом Алексея вот загуляют, это все. Но это, книги-то лежат, никто не прикасается. Составили форум. На канал вышли, огромный канал, но у нас там уже девять тысяч с лишним видеороликов. А книги лежат мертвые. И вдруг находится человек звать Сергей. Одновременно незнакомые друг другу еще один Сергей. Одновременно с ними выходит еще один Андрей. Это с Америки сразу мест. И сразу начинается работа. И практически вот эти книги все ожили. Дай им жизнь, Господи. Ожили. А как? Значит, попросили отсканировать все вот эти вот корочки. Мы отослали. Далее. Они эти книги берут, ну, снимок, конечно, нету. И делают так. Ты только ткнул, и она идет, и сама через сколько минут листики переворачиваются. А на канале это уже ну, сразу видно, сколько человек было, там, не было. Это все есть. Каноны. Каноны этот в Америке Андрей взялся, Крячков фамилия. А этот Новиков. Новиков Сергея нету, Новиков Сергей появился. Да появился не просто так, а он говорит, я в этом деле и работаю. Это талант. Как он делает? И все снабжено музыкой. Какую музыку нужно? Я знаю, вы голубей любите. Я в арковании голубей запущу сюда, когда читать будешь, чтобы арковали. Крыльями слышно. Я говорю, музыка Себастьяна Баха, Страсти Христова. И мне очень нравится Пятая симфония Чайковского. И он, скажу, он все внимательно слушает, учитывает. И вот эти все книги вчера были закончены, все выставлены. Но они будут выставляться по одной в неделю. Полностью, от корки до корки. И перед любой зашел, а там не скачались ПДФ и разные. А тут для всех открыто. Ну ролик, кого там. Только откнул, страница переворачивается. Тыкнулась там рядом. Нажал. Остановилась. А считай дальше. Для меня это просто непонятно. И аудио, что я начитывал, там все лежало мертво. И Златоуст сделали. Каноны сделали. Ну чтобы понять, это по Златоусту у меня будет 1262 файла. 12 томов. Их можно слушать. Ну и одновременно звучит музыка и открыто все. сейчас уже выставляется. Жития точно так же. Были сделаны 300, а их 1137. А остальные сейчас пошли просто, как говорится, рекой идет. Это разные люди. Я молился, оживи, оживи. Пошли, Господи. Внезапно Бог отвертся. Это сделано было, ну, последние две недели примерно. Теперь. Он меня спрашивает от Новиков. Сергей Александрович. Это был Бурдин Яков, тоже Сергей Александрович. Он говорит. А у вас тут люди-то обращались где-то. Я все не просчитал это дело. Как бы сделать это отдельно? Я засел. И вот книга у нас, 15 том. Здесь 74 свидетельства. Кто как обратился. Поднимите руку. Кто не писал о том, как он обратился? Вот ты там записан. Что ты говоришь? О. Как обратился, нету там у меня. Так. Еще. Хотя в общину попал, там есть. Вы все есть. Якушева там есть. Не, Балена, ты уже взрослый. Напиши, как ты верила в Бога, как пришла в общину твои размышления. Это все, все есть. Черник, у вас тоже есть там. Скрылась под фамилией Глушкова. Та думать, не найдут ее. Как она приехала первый раз. Как это было. Но все, все оттуда взяты. И кое-кто запоздал. Кажется, 16 или что. Вот это 16 том. Я только вчера закончил. Я смотрю, у него горит огонек зеленый. Он не спит. Он говорит, я на двух компьютерах, на работе здесь еще где-то. И первый, оно получилось, мы сделали на 6 роликов, он соединил. Два. Мы теперь выставили, кто за кем, какой порядок. И отсюда взяты, я перекопировал. Допустим, Яковлев. Даша, что ты говорил, что писал. Теперь, твои фотографии. Вот она, Загуляева Глушкова. Что она говорила, как уголь там забрасывает, где-то и фотографии взяты. Все отсюда, все выставлены. Сегодня к утру уже все выставлено. Я закачал, и сегодня я выставил уже на YouTube. Все, кто там был, кто разговаривал, это, Зверева-то, все там известно. Как ты была, как ты, тебя кто направил, радость твоя, с какой подругой ты ходила. Все, твои слова, ни слова, нигде не добавлено. Нигде. Самое большое, это Марина Добунова, Якубайкина Галина. Там поэмы целые. Вот как люди находятся и делают. И спрашивают еще как. Только маленькое замечание вчера сделал, я говорю, вот это слово-то с большой буквы надо было. Хорошо, через час будет делать. Переделывают, выставляют. Послушание, желание, и он понимает, я, он специалист, это вы все сделали, это за 8 лет, ну, за 9 лет было. Это невозможно. Это невозможно. Кроме этого, это еще сколько было. Отдельно у меня 4 тома, неизданные стихи, 4 тома. Каждый том по 800 страниц. Отнизу до верха. Это я Карлашом все писал. Что интересно, 3467, я их называю проповедей в стихах, и ни одной по Марке нигде нет. Я просто с чистого листа пишу. Это он, я не слыхал и не видал. Я говорю, я не слыхал и не видал. Это столько открывает человек. Вот тебе это Райхан Рахиль, вот этот Сергей, другой, близко к Новосибирску. Жития оживили. Появляется жития. Картину бы надо. Я вам открыл, где картины на нашем сайте раскрашивали. Там пророк Еремия. Я его не выбирал, сам выбирает, любимый мой пророк. И на нем, как выпуклые такие буквы, какое по номеру, какая книга, какая глава, какой стих. На самой, на закладке на этой. Ну, зайдите. Я очень благодарен Господу. И будете дома молиться, поблагодарите Бога, что Бог услышал молитву и вдохнул жизнь в то, что лежало недвижимое. все сдвинулось с места через 37 лет. А со мной, кто живет, знает, я каждый день молился, Господи. Ты дал таланты. Помоги нам умножить их. Или это добрых помощников, наставников и советников. Я больше ничего не прошу. Притом с музыкой. Свидетельство. Хотел сказать обман. Сегодня уже меня засыпали этим о православных, православные люди. Куда бы ни пошли обман. И обман, притом лютый обман. Антиминцы делают. В Китае, говорят. Чего язычники там заложили? В Китае. Это страна, у которой Бога вообще никакого нет. Будда это не Бог, это обожествление человека. Как он постепенно доходит до этой нервально своей. Понимаете, куда ни пойди обман. И людям начинает Бог открывать это глаза. И не просто так. Обман, я ушел к сектантам. Таких немного. А обманы начинают там трудиться, как вот Игнатов. Пишет там настоятелю, архиерею. И начинается, маленько-маленько, реснички начинают у мертвецов тряститься. Только не больше. Наверное, ответ. Мы считаем, и слово Божие у нас при выходе иди в предние греши. Вы помните, у власти были коммунисты, и у них были партсобрания. Посторонних не допускали. Собрание ни один не уйдет. 70 лет. Нам что, опять вернуть это надо? У Господа очень просто делается. В один день переворот. Правители убили, другой сел. Так, точно так же. Сегодня самый популярный, называется рейтинг, авторитетность. Выше Путина никого нет в мире, правителей. Самый высокий авторитет и в мусульманских странах, и везде. Каким путем? Ну, нападают, не присоединяйся в свой голос нигде, только молитесь. Мы всего не знаем. Те, которые критикуют, они ничего не дали и ничего не могут дать. Мы дорога ездили, вот Николай сидит рядом, Николай Павлович, он говорит, в самом деле, вообще мы недовольны. Хлеб у нас есть, нам не препятствуют. Вот это мог я при коммунистах газетки ни одной нету. Лагерь мог быть, деревня могла быть, дом мог быть здесь отдельно. Да нет, все нет, нет и нет. Нам все Бог дал. Прославляй Бога. Россию сегодня как державу на мировом полигоне считают. То есть, по всем статьям везде, где бы ни касалось, даже не думали, говорят, в Сирию увязли, как в Вьетнаме. Вдруг Путин полетел в Сирию, где война шла только что. И все это в интернете выставлено. И как главнокоманда еще вышла, я как главнокомандующая военными там, морскими силами приказываю вывести в Россию обратно войска всем. А малый сейчас контингент там за свое охранять. В Америке никто не ждал этого. Обычно, ну как, захватили, теперь свое, давай нет. Это ничего нет. Но руку крепко там запустили. Там голосуют и кричат, и там американские портреты, как он в Израиле, сжигают и все. Это что-то значит. Готовятся выборы. Я не хожу никогда и никому не советую. Но надо молиться, Господи, да будет воля Твоя. В 18-й год он рядом. Там еще 6 лет. 6 лет из него изберут. И он на заводе на одном объявил, да, я до этого не говорил и вдруг объявил, что да, я выставляю свою кандидатуру. Там у него соперников-то нету. Это вот одна неделя прошла, что мы увидели, что услышали. Куда молитвы направить? Вот я назвал имена какие? Поблагодарите Бога, что у Бога есть такие люди, которые слышат нас. Теперь у вас возник разговор о Рустаме, где-то он в Италии. Ну, я ему тоже крепко написал. Я говорю, ты такой-то, вот такой-то. А он спрашивал жениться, как мне жениться. Я когда ему описал, я говорю, ты вот ненадежный, ты злобный и то другое. Вот. И он сразу признал за Игорем талант у него особый. Он говорит, а между ними там он сказал слово такое, что его задело где-то. Я уже женить сейчас и не думаю. Жена это непосильное бремя. Видимо, уже женился, обжегся. И мне когда будет даже Библию причитать. Вчера вечером он прислал в Италии. Помолитесь обо мне. Тут, понимаете, открыто настолько люди. Наиску и так не говорят. Он врач. Я смотрел женщину там, там грудь открылась, я заволновался, это так нехорошо. Ну, где-то другую работу. Я говорю, я тебе найду работу. Володю, Пащенко дрова колоть. Так это далеко ехать. Будем молиться. Буквально через два дня вот сейчас он и пишет. Радость-то какая. Меня повысили куда-то там на другую работу, которая никак с женщинами не связана. Бог-то ответил. Люди видят это все. Молитесь о детях. С чего мы начали? Скамейки, чтобы не были пустые. Вместо все нет. Стараси, Марамзи, это вредно. А они будут знать. Ты не увидишь даже, когда ты состаришься. Даже оглянуться не успеешь. Это Шолохов пишет. Заметил ли он? Да не. Ничего не заметил. А теперь уже в жилах кровь, говорит, как в глубоком колодце. бери, успевай. Старость пожинает то, что юности посеяли. По слову Божию, практически вопросов нету. Нету? Познакомился с Айгудиновым, как-то все книги там выписали. Не все, правда, Новый Завет, вот это вот все. И вчера она пишет, Красноярский край. Мы посмотрели, лагеря нет. Мы с мужем посоветовались. Вы домой, вы примете нашего сына. Он большой, уже 7 лет. То есть, уже набирается в гости к нам. Теперь не лагерь, лагеря-то нет. Об этом тоже помолитесь. Я сказал, лагерь закрытый, но заботу о детях мы не оставили. Нам руки не подсекли, и ногами выходим. Это то, что вот одна неделя, и что мы видели здесь. Новые души приходят через то, что вот это вот видят. Тоже обмолитесь. Вы в этом будете участниками. Участники это не все, которые на фронт ходят. Есть такие люди, которые в обозе остаются. И уже было, и при Давиде это было, возвращаются, равную долю делают. Они вот защищают этот обоз. Это наш обоз, нагруженный книгами. Молитесь, чтобы они здесь сохранились, и когда в дороге идут. По мельности Божьей, вот сейчас только, как я говорю, в Израиль отправили, в прошлом году был Испания, Италия, Австралия. Это даже трудно назвать, где бы ни были. Но книг-то мало. Но берут в основном это вот Трехтомник, для Слова Божия нет, и Кисному Православию. Вы тоже ответственны за это. Будет расти или не будет. Ты видел и не участвовал. Ты видел осла, врага твоего. Не пройди мимо, помоги ему развьющить его. Вы не видели придавленных грехом. Придите ко мне все труждающиеся обременные. Как они придут? Вот она здесь, я говорю, давай, скажи, что ты видела с тобой, тебе не сошлось, Рахиль. Ее слова даже передать нельзя. И она не обманывалась, она увидела, она была здесь, где ее провели. Самое главное, что сейчас люди имеют, это через наши ресурсы. Вот это вот. Если вы будете об этом молиться, вы полноправные участники раздачи хлеба. Это раздача хлеба в блокадном городе, когда люди не знают. Считают только. У нас семья часто пишет, семья вся, вернулись от баптистов сразу. Как только наткнулись и стали читать, мы так кахнули, куда мы залезли. Из разных сект, притом. Никогда раньше так не было. Или что-то, я буду устранен, я говорил, книги мои живут, когда меня не будет. Мешаю семья. Некоторые не расположены, я считать не буду. Так что об этом помолитесь, нужен я тут или нет. Дело, что больше совершилось без нашего вмешательства. Галя приехала, вот сидит, повидалась с ней. Она тут национальное блюдо какое-то сделала, уже они перекинулись с хорошего. Я сказал, это большой вареник с тыкой. Наш вареник. Ну, пельмень, так сказать. Правда, вкусно. Она все хотела, как это сделать. Люди, которые не знали, не слышали, узнали, увидели. Молитесь всегда за митрополита Сергия, чтобы Господь его сохранил. Он все время показывает мне, стучат, говорит, на вас везде. Но все до него доходит и глохнет. Там, в верхах где-то что-то так помахало. В прошлый раз был, он так показал, что-то, говорит, рогами стучат и копытами. Он это видит и понимает. Ну, он меня что, зазомбировал, говорит? Зазомбировал. Мне же посылали записки, что я в Индии учился, в Египте, у волхвов многое. А люди везде говорят о том, что мы о чем говорим, сколько коснулись, нам это, вы говорите, златоусты или где-то. А то абсолютно везде одинаково так. Это Бог делает. Я как могу знать, что вы говорили и что вам надо? Это Бог так сочленяет. Ее бы никогда о Рахиле не было и не знали. Но она натолкнулась на наш ресурс и сразу вышла оттуда. А ягомисты, они крепко держатся за это. Но она восстала, резко отошла. Ей молитесь. Вы знаете, Рахиль, чья она жена была? Яков полюбил Рахиль. Написано. А Реветка сейчас жена была? Исаакова. Знаете, хотя бы это. Вот что я вам хотел сказать. Это радость появится. И о болящих помните, что не надо у Бога выпрашивать непременно здоровье. Господи, мы хотим, чтобы он, но как тебе угодно. Мы одинаково будем славить. Почему ты, семь раз в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что Бог меня гладил. За суды. А суды, это как правило, я всегда миловен буду. За суды, что с нами случилось со страной. За суды. И не один, и два раза, а за день семь раз. Спасибо, Христос. И вас спасибо, Христос. Я всякую молитву завершаю словами. Да будет воля твоя святая. Потому что просим часто не на пользу себе. Да, Борис. Я хотел еще сказать, думал, Игна Тимович это помянет. Все же там, что произошло. Мы же молимся о том, чтобы там нашествия на племенных там у нас избавить. А самые враги наши почему-то думают, американцы будут. Ну и вот на этой неделе был такой вот случай произошел в политической жизни нашей родины. Что американцы это себя зарекомендовали прям молодцами. Трамп позвонил Путину и сказал, что Казанский собор у нас должны взорвать. Вот-то Путин подпрыгнул, наверное, там на троне своем. Вот это, да. И взяли этих людей, на которых указали. Их там целая группа была, оружие там куча. И очень много взрывчатки. Недалеко от Казанского собора уже было все это. Ну как-то, видать, через американцы тоже не дремлют. У нас, видать, там шпионили, да, на шпионили не тех или тех. Так что вот за американцев-то их не надо врагами-то считать. Если их историю-то знать, они такие, если наши враги, то странные. Они как бы враги за нас. Всегда, вот и Гитлер тоже, кстати, враг такой же странный был за нас. Он же как шел, посмотрел все там, его разведка доложила, Абберт, говорят, да Карасея, это, говорит, колос на глиняных ногах. Но и так оно и правда было. Сейчас, говорит, только вторгнемся, и все, и люди все на нашей стороне будут. Но почему-то оказалось все не так. Ну, потому что это просто Гитлер был бичом для нас, для нас, русских, потому что хранит Россию Господь. Для каких дел опять же хранил, и в этот раз тоже взорвали бы собор, чем дело бы закончилось, тоже непонятно. Ну, вот, однако, надо, видать, уже за это молиться, чтобы наши соборы хоть не взрывали, или хоть если взорвали, так без людей, без верующих. Но не будем же мы радоваться, если верующих взорвут. Ну, тут прям такие начинаются события, не знаешь, за чем молиться. Господи, да будет воля твоя. Потому что проклят, кто остановит меч Господень от крови. Я сказал, не написал Никита, не написал, и он написал сразу же, и фотографии выставил. Мало того, две фотографии выставил, кем он был, с какой группой, где там гулял на Украине. Это все уже в интернете. Это полезно, каким было, и что получил здесь. А он везде здесь, и в тракторе уже сидит, и там, работает, у пищи, там печет, что-то, теперь к Никите увидели, что Никита приехал, то какой? У него изменения, он и сам это признает. А если бы не трогали, то не скоблили, да Бог его знает, как было. Поэтому не всегда надо обижаться, когда сделают замечание. Я прошу, напишите все, подробно. Уж не так, как Кубайкина и Марина Добунова, но все-таки-то. Было, чтобы как. У нас тут была Михайлова, Полина Дмитриевна. Она как говорила, так и писала. Я была там, работала здесь, пятая строчка, точка, все, точка села. Была парторгом. Вот так. Еще напишите, чтобы прославить Господа. И мы отдельно соберем это все. Были в лагере, когда отдыхали у нас. Напишите людям, очень это интересно. Потому что наши уставы очень далеко известны. У меня в лагере были дети одного священника, Юревич, отец Андрей, из Лесосибирска. Но до того, боевой, вот когда нужно было гно там делать, где купаются, то он там нырнет и сидит, как будто бы в водолазном костюме. И ребятишки двое. Арсений был, теперь-то они уже выросли. А его вызвал, будто бы, Дмитрий Свернов, я правильно понял, нет? Да, да, да. Он сейчас в Москве. Он построил храм самый большой в Сибири. Мы там подъезжали, храм какой построенный. И главное, что, вот, к какому-то старцу поехал тут, я не знаю, Гурьянов он или кого, а у него 9 детей. А он ему сказал, у тебя будет 13 ребятишек, мне надо домой ехать. Много столица, и от них приезжали люди, которые наш устав списывали и хотели у себя сделать. Никому это не удалось. Почему? Попы со всех сторон навалили. Счеты выдумываешь, что то другое там. Торговлю убрать нельзя, пока нет десятины. И что интересно, есть люди у нас были, которые ушли, а они все говорили одинаково. А я собирал вчера, и вот Евгения Дмитриевна Никитина, да для меня община, для меня это жизнь, да я тут себя обрела, да я никогда никуда не уйду. Махнула без всякой причины. И вот которые ушли, им сейчас показать, а оно теперь стоит, но оно теперь никуда не денется, в книгах, во всех библиотеках Европы. Были против, примирились с Богом, и вдруг куда что делось. Измена. Почему? Каждый ответит сам себе. Я знаю только почему. Это главное качество, не бодрствовали, не молились, кого-то слушали. Меня со многими хотели рассудить. Да вы как, да вы этот человек, да он грубый. Я говорю, у меня за стенкой 14 лет жил. Мы каждый день встречались, и наши отношения не ухудшались. Мы знаем больше друг друга. Еще можно, вот у нас все время о людях говорят, которые приходят, и ролики снимают, и так далее, а потом что-то начинается, и все молчат. Жанна, вы знаете, что она улетела во Францию? Иоанна. Иоанна. Вот видите, сколько не знаешь. Ну улетела, ну по каким причинам, непонятно, но улетела. Ну и холодно, она может тут замерзла, кто знает. Голова мерзнет. Человек южный. Ну вот она на днях улетела, или улетит. С ребенком? Да, наверное, надо молиться. Я не знаю сам ничего. Я просто, я просто услышал это, и хочу, чтобы помолились о ней. И о Викторе тоже, и о ребенке. А Юлия была здесь. Расскажите же, у вас осталось, нет? Там по документам проблемы. Ну вот, надо помолиться, чтобы документы сделали. 1 декабря надо было выездать ей из страны уже, потому что ей не дали вид на жительство. А почему не дали? Нет, второй раз, и в тот раз точно так же было по документам. У нас так затянуло. Меньше рассуждать, больше молиться. Вот и весь ответ. Мы говорили же, молились бы, они бы нам сказали. Так никто ничего не знал. Вот это Львов Николаев, это Леха она? Да есть, вот она. Посыпайся давай. Она не спит. Вот она, она говорит, что у нее там, одна ее там, подопечная сильно болеет. Валентина Дмитриевна. Ей уже 80 с лишним лет. Мы у них там были, молились. Львов Николаев, за какое дело ты взялась? Это же не просто так. Ну да. Это же еженемно, две, да разный характер, никогда не были. И она несет. Ну молитесь, чтобы поминали это. Боже, мы за них молимся. Вот болезнь. Сирога не болит. Вот за ним-то и надо молиться. Кто пришел, да слава Богу, скажи, ну, 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 у кого слово есть? Просьба, благодарение? У меня просьба есть. Давай же. Большие. Вот, все-таки определить, кто у нас дети, кто не дети. Можно я скажу на эту? Потому что вот Василиса, допустим, она вообще не ходит, стоит там, простояла и ушла, и все, и нет ее. Хоть пускай бы тут ходила, слушала, читают все-таки к истинному православию здесь. Ну, в общем, короче говоря, с детьми у нас полный шлаг. Непонятно. А они вот из потеряеки приедут сюда, и к ним вообще не прикоснись. Во-первых, там батюшка за них заступается. Чуть что, он сразу, что ты, что ты, куда вы их тут тянете? Куда мы можем кого тянуть? Непонятно. Ну, тут вот на занятия все. Я спрашиваю, девочки, у них спрашиваю, у них спрашивал тоже, у мамы спрашиваю. Они на занятия приходили в потеряке? Приходили. Я говорю, а что у нас они не ходят? Ну, я не знаю, поговорю. Но это же телефон. Поговорю, не поговорила, не поговорила, непонятно. Я спрашиваю девочек, остаетесь? Нет? Ну, оставались один раз, и то по одной, то одна, то другая, и все. Больше не видно, тоже не слышно. Ну, это то, что рядом. А те, которые приходят, как Бениамин по-еврейски, потому что Бениамин не откликается, поэтому нету их тоже. Этих дробов, Настя, ну просто, ну великомученица практически. Дети, а нам за мамой надо ухаживать. Ну а великомученица все равно. Вы останьтесь на занятия за собой, за своей душой поухаживайте немножко. Не говорю о маленьких уже, но большая эта, которая ената, уже такая здоровенная девчонка. Ни разу не была на занятиях. Ни разу вообще. Да ни разу не была она на занятиях. Никогда. Не хочет, не хочет или что. И все, только мама у нас больная. Подождите, за вашей мамой уже весь мир ухаживает. Она уже рада, эта мама, чтобы вы наконец-то тут посидели хоть раз. Нет, все, потянулись струйкой. Мама, и потянулись, все ушли. Никого нету опять. И потом начинается, где дети? Ну только руками всплеснешь. Ну это сатана, он не дремлет. Он убил, утаскивает этих детей. Вот Галя Загуляева. Ну, прям хорошо, что она моя кума. Блава тебе, господи. Я прям очень сильно рад, что у меня Тараси, что у меня Тараси в такой, Тараси в такой семье. Они как струнки, раз, здесь. И мы даже можем по пальцам перечислить, сколько они не были. Сколько они постоянно здесь. Но не знаю, чем дело закончится, но они здесь. Я думаю, уже они будут близки намного нам, чем наши, как говорится, чуть не родные дети. Но вот потеряют, я хочу сказать, вот все время молимся, я молюсь сразу, в наших общинах одновременно молюсь. Я всех представляю. Я не знаю, как там потеряете молиться. Может, они по-другому молятся как-то? И город для них это как-то ничто. А там одна потеряевка в земле. Или я не могу понять. Почему их дети приезжают сюда, и они как будто нам не родные. Ну, почему? Почему я не могу с Терентием поговорить? Вернее, с его братом, с Еремией поговорить. Почему он никогда не остается? Почему Бениамин вечно убегающий? Василиса все время как будто обижена на весь мир. Ну, почему? Почему вот загуляют, вы старшие, все время уводят у нас Нику. Ну, чего она тут не останется, скажите мне на милости? Ну, чего с собой тащить-то сразу? Она большая, сама приедет. Оставьте ее, пускай Слово Божие немного узнает. Я знаю, брат знает. Сестра тоже читала. Они грамотные очень люди. Ну, она-то, ну, понятно, не знает. Игнатий Иванович простые вопросы задает. Ну, какие? Ну, сравните себя с мусульманами. Кто вы такие? Вот мусульмане там злые такие. Ну, когда он мне на арабском языке читает Коран свой, наизусть стоит мне вот так, в глаза смотрит, и прям вот он. Я говорю, а о чем? А он даже уже знает, что я не знаю уже, понятно? Он понимает. Он меня не допытывает. А что? Я сказал. Видно, что он посерьезно. Он тут же начинает, это вот перевод такой, и начинает мне переводить. Ну, на ломаном русском, потому что он русский не так знает хорошо, как даже арабский. Ну, вы знаете, это, ну, надо сравнивать же немножко. И кто наши дети будут? Да их вот не будет здесь, и все. Они от стыда сюда не придут к нам. Потому что, кто мы, и кто они? Они безмозглые просто будут для нас, и все. Скажешь, кто такая Ревека? Кто такой Авраам? Да кто его знает? Кто-то такие там были где-то, лазили, там шарились где-то. А кто такой Иов? Сегодня проповедь Иов, 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 Иов повторяет Златоуст. И что, вы знаете, эти проповеди слушать детям невозможно. Чего они стоят, их слушают, они ничего не понимают, если они не знают Библии. Ну, Иов, Иов, что для них? Вот так Иов, Иов, это то же самое. Но я не про твоих говорю, не про твоих говорю. Ну, вообще. Ах, слава тебе, Господи. Хуй, я вздохнулся в легче, не отказывай. Но это все для меня пустые звуки тоже, понимаешь? Вы посадите их сюда, а они начнут задавать. Вот так. Подожди, я тебе сейчас скажу. Я вот с братьями вчера разговаривал, с Никитой, с братом Владимиром. Вот идут занятия. Я говорю, братья, вы заметили? Идут занятия. И Сергий вопросы задает. Прочитал. Слово Божие. Откровение книга. Там на откровение все ждали. Я думаю, ну заварят духовными вопросами. Откровение книга. Романа нет, все, парантихриста никто не говорит, все. Тишина. Я говорю, что, все знают книгу откровения. Никто вопросов духовных не задает. Ну, хотя бы вопрос задали, что это такое. Я уже там начинаю сам вопросы дурные задавать. А мне, Игнатий Иванович, вы что там совсем с ума подсходили? А я вопрос задаю, чтобы расшевелить компанию, которая там. Ну, хоть какие-то вопросы задайте. Неужели все знаете? А потом Игнатию Тихоновичу и начинаются такие вопросы. Ну, я только одно хочу сказать. Вы что там сидите-то и молчите всем? Ну, понятно, никого не видно. Вот были бы здесь, мы бы немного их растресли, может. А так никого не трясануть ничего. Чего там они не знают? А потом, оказывается, не то. Ну, у нас тоже сестры бывают, как выдадут что-нибудь. Вот как было. Игнатий Иванович коммунизм и хосы в гриву, а сестры наши тут работаем, они такие. И я говорю, вот Игнатий Иванович, как вот при свете дня-то этого, Сологубова, какой хорошее там про Ленина этого деспота, палача. Они такие остановились вдвоем, но одной уже нет живых. И такие мне... Подожди, это когда такое он говорил? Про Ленина никто так никогда нам не говорил. Ленин, он же хороший. Ленин, он же вот этот царятом. Э, сестры, да вы это что-нибудь... Вы попутали что-то от полярности. И вот это вот сплошь и рядом у нас, везде, внутри нас. Ну, этот, там Ильин выходит. Он даже не понимает, что такое коммунизм. Я говорю, тайна беззакония. Коммунистические движения везде. Это вы что там нам всякую пропаганду какую-то мелить. Простое люди не понимают, что такое зло, что такое добро. А наши-то дети должны это знать. Наша община на этом построена вся. Именно на этом. У нас, как говорится, ноги оттуда растут до самых ушей. От революции. Все наши братья там, за рубежом еще до сих пор батюшка молится о нашей стране, которая по дыгам измывает этого коммунизма. Ну, взбодрились. Будем молиться, не только молиться, но и действовать. И оставайтесь, дети все здесь. Кто детьми себя считает, кто взрослый, тем более. Не утягайте. На занятии сегодня остаемся, да? Значит, следующее будет у нас теснопение, трапеза общая и духовная трапеза, занятия. Замолимся. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, блесно блаженную и пренепорочую, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величая Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от нутрних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославного во Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твоего Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей, Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.